Всем привет, с вами Мистер Чейзер, смотрите мой Джесс Плейк канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Валькирия Хрониклс. Как вы помните, мы застряли немножко в Барьорской пустыне, у нас тут очень достаточно жёсткая миссия, и в принципе, Эдельвейсы очень сильно накидали снарядов, тут целая пачка танков, а точнее три лёгких танка, противника, и думаю, надо бы Эдельвейсам, наверное, отступить, но, по традиции, мы проверим запись. И с ней всё ништяк. Да какой закончен текущий ход, ты что, я даже не начал его ещё. Так, поэтому Эдельвейс надо немножко убрать, ему тут вообще очень больно сделали. Тут нам говорили, эй, смотри, у нас тут есть песчаная буря, все дела. Она тебе поможет, говорили они, ну да, в этой песчаной буре тут Эдельвейсу накидали столько, сколько, блин, не знаю, никто никогда не накидывал. Просто если мы танк потеряем, то, как вы знаете, миссия будет провалена. Поэтому мы его аккуратненько так сейчас берём. Да давай. Надо его развернуть. Развернуть. Лицевой бронёй. Так, Герберт, ты где? Любитель пустыни. Иди сюда. Ты видишь, что тут с нашему танку любимому делают? Дитя, песко. Два раза активился скилл. Ну давай ещё активируем скилл. Отличная починка. Не, к сожалению, не проканала. Ну и так пойдёт. Так. Пока что Эдельвейс живёт. Это хорошо. Значит, тут нужна пачка лансеров и снайпер, как минимум. Так, Мариша, иди сюда. Джон, иди сюда. И Ларга, иди сюда. Попробовать завалить этот танк. Если он, конечно, попадёт. Вот видите, какой разброс жёсткий. Ну а ты куда полетел снаряд? Хрен поймёшь. Блин, как я поскучаю по Имке с её ВППЛом. Это просто было отличное оружие. Оно было очень точное. И урон был хороший. Не идеальный, но хороший. Тут хрен попадёшь даже в кого. Ладно, Ларга. Я тебя понял. Ты у нас не собираешься сегодня никого убивать. Ну, давай хотя бы отступим, я не знаю. Хотя нет. У тебя же командное очко одно есть. Разведка. Это хорошо. В принципе, можно будет Алисии раш устроить. Я так думаю. Если, конечно, ей сейчас не залетит очень сильно и очень больно. Его противников, как видите, здесь хоть отбавляй. Три танка. Три. Всё правильно, я же понимаю. Раз, два, три. Да, три танка. Да. Не очень приятные. Дело у нас обстоит. Пятый ход. Ну, думаю, на седьмом мы точно всё сделаем уже. Надо уже это делать. Сюда нам не прорваться никак. Ладно, давай закончим. Больше, к сожалению, ничего не могу сделать. Они тут ещё подкреп... Ох, снайпера вызывают. Отлично. Давно не было снайперов противника. Надо сейчас танки как-то размотать их. У нас тут Пларга есть сейчас, ещё Джон выйдет. Думаю, они их размотают. Тем более, один танк нам поближе подошёл сам. Вот этот надо танк ещё добить. Дельвейс, конечно, крутой танк. Ну да, действительно, против трёх танков противника, даже лёгких, это очень напряжно. Потому что Дельвейс, соответственно, у нас к средним танкам. Тяжёлых, к сожалению, у нас нет. Сейчас бы сюда, не знаю, какой-то танк Мамонт, блин. Из Зен-Си. Или там, я не знаю, этот... Как он там назывался? Опустошитель или Повелитель. У этих, у Советского Союза. Из Рыда Лёрта. Или, например, опять же, Оверлорда, то есть того же Повелителя из... Из генералов. Который был у китайцев. Сейчас бы сюда этот танк, мы тут размотал бы не только технику противника, но и пехоту бы тоже. Так, ну да, это хорошо, отличный метод отвлечения. Мне кажется, танком вообще бы нашим неплохо отрабатывать в плане... Выехал из-за той скалы, стрельнул, назад заехал. Думаю, будет самая лучшая тактика. Так, подкрепа прибыла, надо сюда, наверное, снайпера подвезти. Она сейчас ничего не сделает, к сожалению. Маринка молодцом у нас будет. Она тут просто пока постоит. Тут никого тупо не видно. Кстати, можно устроить раш Алисией, в принципе. Там не так уж и много противников. Рози и Алисия, вот сюда вот так пролететь. Давайте попробуем. Нет, нет, нет. Я даже сохранюсь на всякий случай. Чувствую, конечно, это плохо может выгореть, но... Раш надо устроить, я чувствую. Ибо как нам говорила Исара, типа... Отличный шанс. Ну, сейчас попробуем им воспользоваться. Надо штурмовика элитного вынести тут. Это Рози у нас сделает, думаю. Правда, сама не потерпит поражение. Так, привет, дружище. Я слышал, у вас в империи хреново учат воевать. Так вот ты это доказал. Ладно, ну потом будешь поцелуи свои посылать. Тут видишь, какая дичь происходит, Рози. Так, хорошо. Тут у нас есть танк, который ты засподила. Даже не знаю, как... Ну, Джон! Привет, дружище! Сладенький мой. Как дела? Давай попробуем вынести этот танк, а? Джонни. Джонни, бой. Попробуем? Давай, дружище. Ой, хорош! Я тебя обожаю, Джон. Ты просто офигенный. Кто не понимает, почему я так офигеваю от него, так это, посмотри, просто анимешка. Он такой-то офигенный. В аниме-сериале он там прям... Я не знаю, самый позитивный, наверное, персонаж в этой всей компании. Так, Алисия попробует прорваться. Там, конечно, будет сложно. Кто у нас тут штурмовик? Насрать на него. Хотя, чё сложного. Просто прорываемся. Снайпера выносим. Привет! Я думал, Мариной тебя выносить уже. Тут у нас всё проще сложилось. Так, и тут у нас территория, типа, спорная сейчас будет, потому что... Портивник у нас на базе стоит. Как бы территория базы вот такая, как вы видите. Она тут ограничена. Так, ты так его не вынесешь. Поэтому надо гранаткой его отсюда выкуривать. Даже в таком случае ты его не убьёшь. Но, по крайней мере, сделаешь очень больно. Так, далее. У тебя нет гранат, это плохо, потому что сейчас очень неплохо было дыхать гранаткой его. Но, тем не менее, до свидания. Это пустыня наша, дружище. Изи! Всё-таки раш удался. Тактика раша всё ещё работает. В третьей части тоже такая тактика работала. Ну, ранг С. Чё поделать. Игра намного сложнее третьей части. Хотя бы потому, что здесь нет уровня сложности. Здесь сразу говорят, типа, вот, игра и всё. А в третьей части там можно выбрать средний или лёгкий уровень сложности. Я помню, вроде даже на лёгком играл. Поэтому было особо не напряжно. Но я третью часть проходил, как я помню, ради сюжета. Так. Ну что ж. Дальше посмотрим, чё у нас тут. А вот и то, зачем Максимилиан сюда припёрся. Что это? Эта бакая декорация... Да-да-да. Я думаю, вы уже догадываетесь, что это такое. Фардио, не знаю. Ты тоже пришёл? Да-да. Я, конечно, в школе, в школе, участвовал, да? Поэтому я, я вовремя решили исследовать руины, конечно, во время войны с империей. Молодцы! Мне, чтобы мирное время это делать. Но... Но... Ты же не способен, да? Я видел что-то в где-то. Что-то... Где-то... Что-то... Эта бакая декорация была создана в течение времени. Да-да-да-да-да-да. Варкирии... Да, они сейчас существуют. Ну ладно, это спойлер. Да, несколько тысяч лет назад. Цена была в Европе, как и в Европе. Это было в Европе. Это было в Европе. В то время, когда мы не думали, что это было бы не так, что это было бы не так, что это было бы не так, что это было бы не так. Но потом, вероятно, они вдруг стали исчезать из истории. Да, да, да. Да, да, я подумал! Что, что, Велкин? Я разомнился и... Это Туно Омгай! Этот храм как Туно Омгай! Туно Омгай? Что это? Ты не знаешь? Это в воде в воде. Это как макигай. Это как макигай. Вон, ты будешь связываться с этим. Это макигай. Это макигай. Может быть... Может быть... Велкин... Анаса... Что? Нет. Нет. Давайте рассмотрим в воде в воде. Может быть. Может быть. Я и Алисия. Я и Алисия, вновь. Они остались и будут попросить в воде. Ларго, Роди, Исара. Они, они, которые дадут в воде. Понятно. Ни-сам, пожалуйста. Я не могу. Вперед, конечно, вижу команда Альянс неплохой. Но кое-что они упускают Вот Исара сейчас сказала Братец береги себя А там просто сказали Будьте осторожны Как бы да Перевод хороший команды Но кое-что они опускают Что говорят персонажи Но им было виднее Я японский не знаю к сожалению Это в задние парочка слов Так что им виднее Селверия 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 Что такое Селверия Какое есть Редактор селивателем Карл Максимилиана, какого хрена он вообще решил напасть на Галию? Как вы думаете, что вы хотите контролируете? Ха-ха-ха. Не забывайте. Пошли и прыгать. Незвие будут готовы. И так, что у меня есть мечта, превращаясь к вершине. Время. У нас в столице Галлии хранится сверхмощное копье, которое, скажем так, наследие Валькирий. Так, о-о-о, у нас тут куча-куча всего. Так, сражение приборется, но я буду разумным человеком. Я сначала сохранюсь, конечно же, а потом и вообще зайду в штаб. Качаться надо. Так как уж получилось, сделаем это на видео. Кстати, давайте зайдем сразу на кладбище, я хочу какой-то приказ новый изучить. И постоянно я забываю это сделать, потому что я сразу иду качать своих бойцов, а про приказы забываю. Так, к нам приходит не одно приказ, о котором, понимаете, уходят с возрастом. В смысле? Вот как только я хочу выучить приказ у тебя, они сразу забываются. Да пошел ты. Ах, черт. Что за бред? У меня есть опыт, я хочу качать. Так, да-да-да-да-да-да. Так, давай-ка подумаем. Что мураляков надо качнуть. Разведку, это наша основа. И лансеров. А, в принципе, надо всех качать. По сути. Дайте еще инженеров. Чтоб опыта у нас было практически ноль. Так, никаких новых умений. Так, и новые обмундирования нам надо, в обязательном порядке. О, точность. Что-то я не вижу точности. Ну, урон повышается немного. Точность нам пригодится. Да, винтовочки вообще не хотят. Копья тоже нет. Ничего на них. О, снайперам точность тоже пойдет. Еще урон по живой силе противника. Гранатки ничего. Улучшение формы. Защита 3. Вот это пригодится нам. Так, и броня тоже. С повышением защиты. Так, все, да? Что у нас тут для танка есть новенького? Ничего нового. Ничего нового. Улучшение визора. Перископ. Точность, да? Давай взявим точность. Она нам пригодится. Перископ. Надо его куда-то вдулить. Он всегда, думаю, встанет он хорошо. Так, что еще? Ну и все, да? Улучшение стали. Ну, давай. Оно просто повышает прочность немножко. Все, больше у нас ничего тут интересного нет. Нет. Так, что он, кстати, с новичками? Это надо тоже глянуть. Ара. Новые рекруты. О, Айка Томпсон. Привет. Так, Хейнс, Силь, Салинджер. Этого я не помню. Гомер! Привет, Гомер! Рэмзи. Ох, и мне, ну Гомера надо брать. Так. Герберт и Сайс. Ну, Клауди уберем. Хорошо. У нас тут просто есть Гомер. Хоума Пиэрроуни. Ну, ничего себе. Ох, Гомер. Так, ну и все, да? Сезарий тут остался. Ну, а Ику надо еще взять. Так, это у нас разведка. Вот, Фришу, например. Или кого-то, может, из... Венди, уберем. Так, Айка, иди сюда. Отлично сказано. Я просто набираю все команды, которая была в анимешке, понимаете? То есть, там... Марину я не помню, кстати. Вот, Сьюзи была. Айка была. Рози была. Тут у нас Эдди была. Ларга, естественно, Джон. Гомер был. Ну, как-то так. Набираю команду, которая была приблизительно та, которая в аниме была показана. Так, давай на книжку. Кладка состава обновлена. А, ну, понятно. Посмотрим, что у нас там дальше. И вот, когда я была там. Вау... Но это не только свет, но это не светлая, почему так светлая? Эта таблица была сделана на высоком уровне Лагнайт. Для того, чтобы светлая. Так... Это... что-то написано, но... Это написано «古 Нонзан». Ко... НОЗАМ МОЖИ? В КОДАЙ ЙОРОППА ДЕ ХИРОК СКАВАЛЕТЕ ИТА МОЖИ СА. ИСЕКИ НО ХИБУН НАДО ДЕ ОК ВИРАЛЕЛЛЕНДА. ФАЛЕДИО ВА КОНО МОЖИ ВЕРАЛЕЛЛЕННО? АА, ДАЙ ГАК ДЕ КОНЕ НАРАТТА БАКАРИ ДАГАНА. ДОРЕДОРЕ? ИДОРОППА понятен В ИГРУ? ДАРКС. ДАРКС. Дарркс, дарркс, дарркс... Верно, что-то из-за того, что-то из-за Варкурии. Варкурии, варкурия, варкули и дарркс, дарркс, дарркс. Это, как-то из-за Варкурии. В маленькой, я читала книги, но это не то, что-то сказки и т.к. Нет, не совсем. В этом храме, в Европе, есть случаи в Валкюрии, которые существуют в Валкюрии. По сути, Валкюрии, что в Валкюрии действительно существует... ...существующий пример, в последнее время. Думаю, Фальдио! Это понятно. В Валкюрии, в Валкюрии победили. Валкюрии, в Валкюрии победили. В результате, Валкюрии, в Валкюрии, ...вновей. В反обе, в Валкюрии, в Валкюрии, ...вы остались в полном порядке. В Валкюрии, в Валкюрии, не было. Их не было, что они не могли срабатывать в лагнит-холле. Даркс-даркс-даркс-даркс-даркс-даркс-даркс-даркс-даркс. Да, так же. Исара, Исара, и Исара, и даркс-даркс-даркс. Итак, только с этой конкурсом. Не забывайте проверить о том, что мы не будем проверять. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...